Есть долги за услуги отопления и горячего водоснабжения. Жди в гости судебных приставов. Энергетики ПСК и Энергосбыт Плюс ужесточают меры в отношении злостных неплательщиков, физических лиц. Исчерпав все предупредительные меры, поставщик ресурсов вынужденно идет на крайние меры, массово подаются иски и взысканием долгов занимаются уже приставы-исполнители. С должности по коммунальным платежам. 200 тысяч. Подскажите, пожалуйста, где можно его найти? После долгих выяснений и телефонных звонков должника на месте не оказалось. Документы принял личный секретарь. С сегодняшнего дня по истечении пяти дней мы применяем ограничительные меры в отношении должника, а именно ограничиваем выезд за пределы Российской Федерации, накладываем арест на все имущество в полном объеме, в том числе на счета, недвижимое имущество, транспортное средство. На сегодня задолженность населения перед ресурсоснабжающей организацией по городу Перми порядка 400 миллионов рублей, по краю 1 миллиард 300 миллионов. Причем, по словам представителей Энергосбыт Плюс, большая часть должников – состоятельные люди. Есть конкретный пример, когда у человека несколько квартир в элитном доме, и задолженность составляет более полумиллиона рублей. Как ни крути, а долг возвращать придется, если не в добровольном, так в принудительном порядке. Мы будем направлять информацию в бюро кредитных историй, что значительно усложнит получение кредита для данных неплательщиков. Затем мы выходим на места совместно с судебным приставом, то есть арестовываем имущество. У нас сейчас закуплено оборудование для определения на дорогах и на стоянках, то есть автотранспортное средство должника, для того, чтобы мы могли его определить и арестовать. То есть пусть будет это для всех новостью, что если машина будет эвакуирована, она в том числе может быть эвакуирована из-за долги. Энергетики призывают не доводить дело до крайних мер и урегулировать вопрос по задолженности до суда.